Приветствую вас! Сегодня в этом видео я хотел бы вам рассказать о том, как сделать экспресс-тест на коронавирус в домашних условиях. В Англии такого типа тесты очень популярны, потому что они вам помогают определить, есть ли у вас вирус или нет в домашних условиях, не обращаясь в клиники, либо в тестовые центры. Для чего еще нужен этот тест? Если вы, к примеру, работаете и вы по работе контактировали, по вашему ощущению, с людьми, которые, возможно, больны коронавирусом, или вы посетили какое-то большое мероприятие, фестиваль, спортивный матч, к примеру, вы можете в домашних условиях сдать этот тест, который покажет, есть ли у вас вирус или нет. И впоследствии отправить отчет в систему здравоохранения в Британии. Поставляется этот экспресс-тест вот в такой вот коробке. Внутри у нас находится 7 комплектов, которые мы можем использовать несколько раз. Чтобы заказать вот этот комплект, это совершенно бесплатно, вам просто нужно заполнить заявку на правительственном сайте, и вы получите уже на следующий день вот этот комплект по своему адресу. В этот сет входит у нас 7 комплектов, как я сказал ранее. Это вот такой тампон для взятия мазка, колба, где нужно приготовить это все и хранить. И далее вот такие вот упакованные аппараты, которые покажут ваш результат. Ну а вот такая коробочка нужна для того, чтобы вы могли поставить свою колбу и приготовить там раствор. Сейчас я вам подробно расскажу и покажу, как пройти этот тест в домашних условиях, приготовить раствор и получить свой результат. Делаем все поочередно. Сначала мы вскрываем вот нашу колбу, ставим ее с раствором сюда. Далее подготавливаем наш тестер, который вот находится здесь. Вот так он выглядит. Приготовили. И далее вскрываем наш тампон и берем мазок из носа. Берем наш тампон и нужно взять мазок из двух ноздрей, где-то по 5 раз. Сделать вот такие вращения поглубже. Кто знает, ощущения не из приятных, но мы живем в такое время, когда эти тесты нам нужно сдавать каждый раз. Теперь мы берем наш готовый мазок и опускаем в пробирку эту и начинаем вот так вот колотить. Где-то секунд 20 нам нужно готовить раствор. Вот видим, там есть у нас внизу раствор. И мы вот таким образом колотим, готовим этот раствор. Отжимаем вот просто придавливая вот эту пластиковую колбу, отжимаем нашу всю жидкость нашего тампона. Убираем его, выбрасываем. Далее закрываем колбу и у нас есть отверстие. Нам нужно теперь 4 капли этого раствора поместить вот в этот отсек с буквой С. 1, 2, 3, 4. Завершив эту процедуру, мы теперь ожидаем 15 минут, пока прибор не покажет наши результаты. Внутри у нас вместе с коробкой поставляется инструкция. Здесь много чего написано, как сделать тест, какие правила соблюдать. Нам интересен вот этот вот раздел, как определить свой результат. Видите, позитивный результат, негативный. И есть еще третий, это неудавшийся тест. То есть этот результат тоже является результатом. То есть нужно подождать отведенное время и проверить свой результат. Итак, прошло 15 минут. Мой результат отрицательный, согласно инструкции. Хотел бы сделать еще одно уточнение, что рекомендуют сдавать этот тест в том случае, если у вас нет активно выраженных симптомов коронавируса. Потому что функция этого экспресс-теста такова, чтобы предупредить распространение вируса. То есть, если вы где-то подозреваете, что с кем-то взаимодействовали, или были на каких-то массовых мероприятиях, в этом случае вам следует сдавать этот экспресс-тест. После того, как вы получили свой результат, рекомендуют пройти еще одну анкету на этом же правительственном сайте, заполнить форму, отослать свои результаты. Неважно, какой он, негативный, позитивный или не получившийся. В этой форме у вас запросят отсканировать вот этот QR-код и отправить в службу, которая контролирует распространение коронавируса. Надеюсь, вам было полезно это видео, и вы разобрались в том, как сдать экспресс-тест в домашних условиях в Англии. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ссылку на правительственный сайт, где можно заказать бесплатный комплект экспресс-теста, я оставлю в описании в этом видео. До новых встреч! Не болейте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!